Николас Имс Когда я начинал ее читать, то с первых страниц она меня все-таки зацепила. Такое легкое фэнтези с юмором, местами даже улыбнулся и посмеялся. Но чем дальше я погружался в эту историю, то стали возникать вопросы. Зачем и для чего это было написано, а главное для кого? Подростковое чтиво? Нет, темы иногда взрослые мелькают. Для взрослых? Тоже нет. Как-то все простенько и глупенько. Да и юмор дальше просто исчерпал себя. Сюжет на самом деле интересный. Можно было бы сделать из этого неплохую историю. Но не получилось. Когда-то банда под названием Сага была очень известна своими приключениями. Но сейчас члены этой банды уже постарели. Каждый живет своей жизнью. Почти у всех семьи. Но когда у одного из друзей дочь Роза попадает в опасную ситуацию, старики решают снова собраться вместе, возродить свою знаменитую банду и отправиться на помощь Розе. Но происходит это все так скучно и неинтересно. В общем, книга на один раз. Прочитать где-нибудь по дороге куда-нибудь. Не забыть. Рекомендовать к прочтению своим знакомым, друзьям, родственникам я бы не стал. А вы решайте сами. Если хотите просто убить время, особо не напрягая мозг, тогда читайте смело. Тем же, кто любит серьезные истории, с лихо закрученным сюжетом, то проходите мимо. Это не для вас. Я знаю, что есть продолжение этой истории, Кровавая Роза. Но Короли Жути это самодостаточная книга и продолжение не требует. Кровавую Розу тоже можно читать и без Короли Жути. Но я читать не буду. С Николасом Имсом я попрощаюсь. Конечно, может, когда-нибудь я и вернусь к этому автору. Но ближайший год точно нет. Спасибо за внимание. Продолжение следует...